Здравствуйте, ребята! Урок математики мы начинаем, конечно, вы угадали, с проверки домашнего задания. Вам задали выполнить задание на странице 178 номер 1, решить с проверкой. Ну, давайте проверим. Готовы? Приготовили свои тетрадочки? Проверяем. 692 503. К 692 503 прибавить 243 497. У вас получилось 936 тысяч. А теперь проверим. Вы помните, что сложение проверяется вычитанием. Из 936 тысяч вычитаем 243 497. У вас получилось 692 503. Проверили? Разберем второй пример. Из 720 тысяч двух вычесть 362 701. У вас получилось 357 301. Вы помните, что вычитание проверяется? Правильно. Сложением 357 301, да еще 362 701. У вас получилось 720 2. Проверим второе задание. Из 20 385 вычесть 14 923. У вас получилось 5462. Из 6 тысяч вычесть 4947. У вас получилось 1053. 643 5462, да еще 1053. У вас получилось 6515. Проверили? Молодцы. Ну, а тема нашего урока, ребята, решение примеров и геометрических задач. Но я хочу вас попросить, ребята, приготовьте, пожалуйста, перед собой 20 палочек или 20 карандашей. Ну, в крайнем случае, 20 ручек, если вы найдете. Готовы? Я вас попрошу, ребята, составить сейчас данную фигуру. Составили? Молодцы. А теперь переложите 4 палочки так, чтобы получился 1 большой квадрат, 1 средний и 5 маленьких квадратов. Получилось? Мы перекладываем палочки следующим образом. И у нас получается 1 большой, 1 средний и 1, 2, 3, 4, 5 маленьких квадратов. Получилось у вас? Молодцы. Ну, а кого не получилось, обязательно потренируйтесь. В следующий раз получится. Ну, а теперь, ребята, перейдем к следующему заданию. Вычислить. Из 8 тонн вычесть 4 центнера 29 килограмм, да еще прибавить 5276 килограмм. Приведем к общей единице измерения. Вы помните, что 1 тонна – это 1000 килограмм. 1 центнер – это 100 килограмм. Следовательно, 8 тонн – это 8000 килограмм. 4 центнера – это 400 килограмм, да еще 29 получили 429 килограмм. Ну, а 5276 килограмм у нас так и остаются. Из 8000 килограмм вычесть 429 килограмм, мы получаем 7571 килограмм. 7571 килограмм, да еще 5276 килограмм. Получаем 12847 килограмм. 12847 килограмм – это 12 тонн 8 центнеров 47 килограмм. Ну, а теперь, ребята, давайте решим геометрическую задачку. Найдите площадь прямоугольника, периметр которого 134 сантиметра, а ширина 29 сантиметров. Мы уже с вами помним, что прямоугольник – это четырехугольник, у которого противоположные стороны равны, а углы – прямые. И мы с вами помним, что периметр – это сумма длин всех сторон прямоугольника. Мы с вами знакомы уже с формулой нахождение периметра. А теперь мы раскроем скобки. То есть это две длины, да еще две ширины. Мы с вами сначала найдем чему равны две ширины нашего прямоугольника. 29 умножить на 2 – 58 сантиметров. Теперь найдем, чему равны две длины прямоугольника. Из периметра мы вычтем две ширины и получим 76 сантиметров. Но 76 сантиметров – это две длины, а нам надо найти одну. Для этого мы 76 разделим на 2 и получаем 38 сантиметров. Ну, а теперь найдем, конечно же, площадь. Площадь – это произведение в сторон прямоугольника. 29 умножить на 38 – у вас получилось 1102 квадратных сантиметра. Ребята, попробуйте обязательно данную задачку дома прорешать самостоятельно. А мы с вами разберем следующую. Найдите площадь квадрата, периметр которого 500 сантиметров. Мы с вами знаем, что квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Нам с вами известно, что периметр квадрата – это сумма длин его сторон, то есть 4 можем умножить на а. Мы знаем, что у нас известен периметр квадрата. Мы периметр разделим на 4 и получим 125 сантиметров. Это сторона нашего квадрата. А теперь найдем площадь квадрата – 125 сантиметров умножить на 125 сантиметров – 15625 квадратных сантиметров. Получилось? Молодцы! А теперь откройте книгу на странице 178 номер 3. 62 умножить на 24 – у вас получилось 1488. 1488 умножить на 35 – 52 080. 64 разделить на 16 – верно, 4. 4 умножить на 85 – 340. 340 умножить на 12 – у вас получилось 4080. И последний пример. 89 умножить на 65 – у вас получается 5785. 74 умножить на 32 – у вас получается 2368. А теперь из 5785 высшим 2368. И у вас получается 3417. Ребята дома обязательно самостоятельно порарешайте и наши задачки, и наши примеры. Ну а домашнее задание – страничка 178, номер 4 и номер 5. Спасибо за внимание. Урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова